здравствуйте здравствуйте мои дорогие ценные я не знаю как вы по мне я по вам соскучилась по нашим беседам присоединяйтесь если вы видите меня в эфире буду очень рада вашим ручкам буду очень рада вашей активности сегодня мы затронули очень глобальную и вроде бы абстрактную тему счастье мы сегодня будем говорить о счастье что это такое поэтому если вы присоединяетесь привет привет пишите что для вас счастье что для вас является счастье когда вы чувствуете себя счастливой контролируемое лет ли у вас состояние или не контролируемо будем сегодня обсуждать состояние счастье прямо со всех сторон и с научной и с духовной точки зрения какой-то немножко от себя опыта расскажу и очень очень надеюсь что вы с нами тоже будете делиться пишите пожалуйста откуда вы давайте взаимодействовать будем интерактивничать так будет интереснее так будет веселее я вам скажу кто я меня зовут татьяна шахбандер я уже вижу к нам присоединились несколько дней сейчас я свою лампочку подвину оле иван очень приятно приятно ваше взаимодействие в виде самариков но приятно будет еще более конструктивно если вы поделитесь что для вас является состояние счастья как вы его в себе ощущаете что помогает вам чувствовать состояние счастья насколько это в вашей зоне контроля насколько вы можете контролировать свое состояние счастья немножко расскажу о себе и меня зовут татьяна шахбандер я трансформационный коуч психологическим образованием я провожу трансформационные игры групповые это очень классные штуки провожу такие вот теперь уже по нейрографики классы этот метод такой который помогает бессознательное трансформировать и создавать нужную нам реальность реально очень классно помогает если есть какие-то блоки где-то что-то не идет достаточно иногда одного рисунка нарисовать чтобы дело пошло иногда надо не один вот но все равно метод очень хороший конечно же я практикую индивидуальные консультации сегодня хочу поделиться с вами своими размышлениями о счастье для меня это меня вдохновило это пригласили на курс ельский университет сейчас запустил курс science of well-being ну то есть наука о счастье но немножечко вы заметили well-being там не счастье говорится о психологическое благополучие сейчас тоже будем об этом говорить почему так называется они science of happiness вот и вот мне пригласили на этот курс сейчас я прохожу уже прошла первые уроки мне очень это вдохновило мне очень нравится хочу с вами всеми поделиться своими размышлениями своим опытом с детства я была довольна оптимистичным ребенком никогда не любила держать как себе какие-то обиды в общем всегда 3 выбирала я счастье вот в жизни у меня всякое в жизни было но всегда в жизни выбирала счастье но тем не менее как самая простая обычная и смертная женщина конечно же конечно же в моей жизни было очень много ситуаций когда я просто проваливалась какую-то яму несчастья и это я вам не настолько не комфортно это настолько для меня неестественное состояние что я как-то жабка которая попала в кувшин с молоком готова до конца до последнего бить лапками чтобы взбить эти молоко сливки до масла чтобы выскочить это раз кувшина этого тоски несчастье и такого депрессивного состояния я выбираю по жизни счастье хочу быть счастливой изучаю это профессионально даже профессионально настолько что посвятила этому свои курсовые работы в университете и вот сейчас проходя этот курс ельского университета очень неприятно там вспоминать какие-то вещи и более того вещи которые даже раньше еще еще до того как я профессионально начала заниматься как я выводила как этот мюнхгаузен да сам себя вытягивала из болота также я себя вытягивала конечно не сама благодаря благодаря тем знаниями людям которые приходили в мою жизнь сегодня буду делиться с вами александра вижу вас но тоже в эфире я вас всех очень рада приветствовать пишите пожалуйста что для вас состояние счастья что вам помогает быть счастливой что для вас означает общее счастье и пока вы пишете я вам расскажу немножечко с духовной точки зрения что означает счастье для меня для меня счастье означает это внутреннее состояние конечно же это не ну не очень зависит от внешних обстоятельств как говорится счастье не в деньгах да но конечно же это неправда говорить что совсем ничего внешнего не влияет на наше счастье конечно влияет может счастье не в деньгах но если у тебя не совсем нет вряд ли вы будете пол в полоте ощущать это счастье вот но если все-таки пойти в духовную точку зрения то счастье это просто состояние такой внутренней гармонии гармонии принятия себя вот для меня настоящее счастье и просветление такое это когда ты находишься в абсолютном принятии себя как частицы этого мира и абсолютно когда мы принимаем себя мы начинаем принимать других людей абсолютно без критики без осуждения и в наше время вот уже не в тренде осуждать и критиковать других людей сейчас уже модно я шучу конечно это не может быть модным но сейчас все таки важно научиться видеть мир неоднозначно что уже нет черного белого вот раньше нас так учили да очень так категорично есть хорошо есть плохо из добро и зло а сейчас такое время пришло когда уже пора видеть мир многоцветным многогранным и во всем во всем во всем находить какой-то конструктив вот такую завести себе привычку просто ходить и находить этот конструктив и если что-то не нравится искать почему мне это не нравится да где-то я себя недолюбила почему мне этот человек раздражает наверное во мне есть какая-то такая не познанная глубина которую мне этот человек демонстрирует я рассказывала об этой концепции в своих видео на youtube канале у меня есть youtube свой канал на котором я очень много своих размышлений оставляем вот но сейчас мы пойдем все таки больше из научной точки зрения говорить а именно счастье как я уже сказала вот science of well-being да скорее ассоциируется с и психологическим благополучием то есть люди науки психологической уже не поленились и все это доказали эмпирическими способами что счастливые люди это не те у которых много много-много-много всего не у тех которые все-все-все везде благополучно а те которые в балансе с собой то есть вот психологически благополучно поэтому хотите быть счастливыми приходите ко мне на консультации и на трансформационные игры будем обретать психологическое благополучие на соответственно и счастье тоже а вот и хорошо скажите вот татьяна вы приглашаете меня на консультация что же мне делать самостоятельно могу и естественно есть очень много способов приводить себя в это гармоничное состояние в первую очередь даже ельский университет рекомендует начать фокусироваться на хорошем вот это упражнение получила много-много лет назад это упражнение состоит в том что каждый день можно вечером можно прям с собой блокнотик носить нужно записывать минимум пять вещей которые произошли с вами прекрасные да то есть какие-то хорошие события которые с вами произошли и их нужно обязательно записывать не просто отметить при себя еще и записать скажем честно сейчас я не делала эту практику я все-таки мысленно отмечала но так как я получила это домашнее задание я планирую сегодня сесть и записать снова вернуться к этой практике бумажной хотя у меня есть и много разных блокнотиков и где этом мазь и оды себе пишу и оды мужу и так дальше вот пришло время вернуться к такой практике когда писать отмечать все то хорошее что произошло для чего это важно снова таки на буквально совсем на днях я записывал лайф и говорила об этом есть такое упражнение кто сейчас с нами поставьте плюсики сделаем маленькое упражнение для того чтобы понять для чего нужно записывать фокусироваться на хорошем как это вообще может нам помочь стать счастливее вот плюсики плюсики жду ваших плюсиков так у меня такая лампочка я вот так вижу вот упражнение заключается в чем нужно сейчас оглянуться очень внимательно рассмотреть все что вокруг вас находится и запомнить все что вы видите ну например зеленого цвета вот запомните все предметы зеленого цвета очень внимательно рассмотрите посчитайте их вот и если вы сейчас делаете это упражнение я думаю этого достаточно вы уже оглянулись скорее всего вы уже находитесь в привычной обстановке и вы знаете все что там зеленый вот просто вам нужно сейчас освежить это в памяти да сфокусировать на этом внимание а теперь пожалуйста закройте глаза закройте глаза и назовите пожалуйста все предметы которые вы видели красного цвета вот и если это не что-то большое и что-то очень очень очевидно это скорее всего вы не назовете все предметы красного цвета который вас окружает потому что вы не фокусировались на красном цвете его фокусировались на зеленом цвете это упражнение обычно я говорю в цветах коричневый и голубой но сегодня решила разнообразие цвета для тех кто уже знает это упражнение чтобы еще раз его повторить да чтобы не для вас было неожиданным какой цвет будет вот это упражнение очень очень здорово демонстрирует нам то, как работает наш фокус внимания, как работают наши мозги. Когда мы специально на чем-то фокусируемся, когда мы разглядываем в мире с желанием что-то конкретное увидеть, мы это конкретное и видим, и мы при этом не замечаем всего остального. То есть периферийным зрением, конечно, кое-что замечаем, но далеко не все. А когда мы живем в жизни, этот фокус внимания у нас затачивается с самого детства, и потом переходит в какой-то некий автоматизм. С детства нам закладываются программы, и так как мы родились в такое время сложное, как я уже говорила, родители были детьми послевоенного времени, а мы такое перестроечного, то наши родители впитали генетические страхи, страхи не выжить, и ожидание какого-то подвоха, ожидание каких-то неожиданностей, ожидание беды. И вот это ожидание беды, оно снова-таки тоже вложено в нас каким-то образом генетически, и оно как программа работает. И это ожидание беды нас затачивает на то, чтобы мы обращали в жизни внимание на какие-то негативные события. И более того, это довольно даже глубже идет, чем наши родители, бабушки, дедушки. Это идет испокон веков, когда мы еще жили в дикой природе, и когда это было действительно очень важным для нас моментом выживания, фокусироваться на каких-то шорохах, звуках, да, потому что если мы на природе, и вокруг нас хищники, то любой звук для нас может быть каким-то знаком потенциальной опасности, нам нужно быстро среагировать, убежать и так дальше. Вот поэтому, в принципе, не только из-за программ наших родителей или бабушек и дедушек, но и, в принципе, вот так сложилось исторически, генетически, что у нас есть вот эта склонность обращать внимание на какие-то негативные моменты, да, то есть ожидать какой-то деструктив, ожидать негатив. Но времена меняются, и чем больше мы будем фокусироваться на негативе, тем больше мы будем его замечать и, соответственно, как будто окружать себя, как будто больше ничего другого в нашей жизни не будет происходить. И поэтому очень важно сознательно себя выводить в позитив. То есть как выводить себя в позитив? Вот конкретно настраивать себя, видеть хорошие вещи. Вот так вы с утра просыпаетесь и говорите себе, «Сегодня замечательный день, и я замечаю всё самое прекрасное, что происходит в моей жизни». После этого идёте и начинаете специально прямо искать и выискивать, выискивать прямо вот всё, что может хорошего происходить вокруг вас, всё, что может вас порадовать сегодня. Улыбнулся прохожий какой-то, вы увидели цветок красивый, да, птичка красиво запела или там вам дорогу уступили. Ну, то есть каждая маленькая вещь должна не пройти мимо, должна у вас капнуть на сознательно или бессознательно, вот лучше и там, и там, чтобы вы прямо себе отметили и записали, вот, сейчас произошло что-то хорошее. И вот я говорю, почему я даже могу рекомендовать с собой какой-то маленький блокнотик завести, чтобы можно было сразу записать. Потому что если нет привычки обращать внимание на хорошее, и есть, так сказать, привычка, заточенность, фокус, обнимание, мозга обращать на какие-то деструктивные вещи, скорее, то бессознательно вы будете вытеснять и стирать, наше подсознательное будет стирать вот эти все хорошие, позитивные моменты, вечера будут сложных исполнить. Потом будете пересчитать, вот вроде это, это и всё, что ли, и всё. И ничего хорошего больше за день не было. А на самом деле может быть огромное количество таких маленьких-маленьких моментов, и больших, конечно, тоже, из которых может состоять ваше ощущение того, что день прошёл классно, день прошёл благополучно. И важно записывать, чтобы это не вытеснялось. И вот что бы ни произошло, записали. И важно записывать из себя, я рекомендую Ода себе, похвалу себе, записывать, что хорошего ты сделал. Это немножко другое упражнение, это повышение ощущения самооценности, самооценки, потому что у нас планка иногда такая высокая, что нам к ней тянуться и тянуться. И вот я рекомендую писать благодарности себе, хвалить себя, писать сегодня хвалю себя за и переписывать. Но мы можем объединить эти два упражнения и сделать их ещё более сильными. Вот прямо каждый день записывать и минимум пять пунктов того, чем жить сегодня порадовало, и минимум пять пунктов того, чем я сама порадовала мир или себя. Это очень важно. Когда мы начинаем фокусироваться на хороших вещах, мы их начинаем больше замечать. Чем больше мы их замечаем, тем больше мы их привлекаем в свою жизнь. И в результате ваша жизнь становится просто чередой счастливых событий. Я абсолютно вам точно уверяю, что как только вы начнёте отрабатывать этот навык, ваша жизнь точно изменится, потому что моя жизнь точно изменилась. Я начинала из довольно неблагоприятных условий. И благодаря вот такой внутренней работе я считаю, что это упражнение было одним из самых сильных для меня. Я считаю, что я смогла кардинально изменить свою жизнь, наладить и личную жизнь, и финансовую сторону жизни. И вот теперь живу в тёплой стране, просто ходила и говорила, зимой, когда мёрзла, хочу жить в тёплой стране. Я не загадывала в Соединенной Штаге, Калифорния. Просто говоря, хочу жить там, где тепло. Вот меня Творец привёл сюда, где мне тепло. И каждый день что-то происходит. Мне достаточно иногда подумать о чём-то, чтобы оно само приходило в мою жизнь. Я уже и рассказывала, вам не буду сейчас повторяться. У меня таких примеров огромное количество. И это не потому, что, снова-таки повторяю, мне повезло или я какая-то особенная. Да, я особенная, как и каждый из вас. Но это умение становиться просто магнитом. Магнитом для того, что, магнитом самых прекрасных вещей в жизни. Это умение, которое мы можем сами создавать. То есть это в нашей власти. Давайте поговорим, насколько это в нашей власти. Потому что, как я узнала на курсе Ельского университета, Science of Wellbeing, на самом деле мы можем влиять на 40%. Вот на 40% наше счастье зависит от наших собственных усилий. Но если вам интересно, как бы ещё на 10% зависит от внешних обстоятельств, только на 10%. Да, конечно, внешние обстоятельства могут происходить такие, которые нас не очень будут радовать. Но всё-таки, если и 100%, это всего лишь 10%. И 50% считается генетически. Но так говорит наука. Мы с наукой не спорим, потому что они долго трудились, чтобы эти цифры вывести. Мы просто принимаем это как факт. Но вот эти 40%, на которые с научной точки зрения мы можем влиять, мы должны из этих 40% выжать всё, чтобы сделать себя счастливым человеком. Хочу немножко от себя ещё добавить, что такое счастье. Есть такое понятие, как эмоциональная шкала. Шкала эмоциональных тонов, даже так назовём его. И вот снова-таки вылетел. Я сейчас хотела на скидку быстренько дать автора этой шкалы. Вот не скажу. Возможно, потом напишу в комментарии. Это очень интересная концепция. Я вам рекомендую о ней узнать. И моя учитель Наталья Холоденко, очень великий психолог, и просто великая женщина. Я тоже считаю, что её жизнь расцвела ещё больше. Она очень много усилий прикладывала в своей жизни, чтобы выйти на высокий уровень. И вот эта концепция, просто я наблюдаю со стороны, я смотрю, что она ещё больше усилила все её труды для того, чтобы стать действительно счастливой, действительно успешной. Оно просто феерично. Для меня это одиозный человек такой. И в чём заключается эта шкала? Шкала говорит о том, что наши эмоции, они имеют определённую частоту. Что это за частота, мы уже не будем сейчас снова вдаваться в подробности. Ну, предположим, что каждая эмоция вибрирует на определённой частоте. И самая высокая эмоция, ну, во всяком случае, по этой концепции, это энтузиазм. Энтузиазм, да, то есть когда у нас просто кипит эта энергия, нас что-то настолько увлекает, что мы готовы это делать. Вот когда мы находимся в этой высокой энергии, в высокой такой эмоциональной позиции, мы недоступны для негатива. То есть негатив от нас просто как сгуся вода, как горох, как говорится, собственно, он отскакивает, да, потому что мы как будто в защитном поле каком-то находимся, в котором даже болезни нас не могут достать, даже вирусы не могут нас достать, когда мы находимся в таком высоком эмоциональном состоянии. Какие есть ещё эмоциональные высокие состояния по этой шкале? Это интерес, это радость, это любознательность, но с духовной точки зрения считаются самыми-самыми высокими, эмоциями, это любовь и благодарность. И в Ельском университете на курсе Science of Wellbeing как раз об этом и говорят, о том, что для того, чтобы стать счастливым, очень важно научиться быть благодарным. Это очень похоже на то упражнение, о котором мы только что говорили, о том, что замечать, да, но не просто замечать, а ещё уметь за это благодарить, благодарить жизнь, благодарить Творца, благодарить себя, благодарить людей, через которых жизнь нам делает какие-то подарки. Ну, я имею в виду подарки, всё, что хорошее происходит, это же по сути дар, да, всё, что происходит, это дар. И очень важно испытывать благодарность. И вот умение благодарить, это одно из самых главных умений для того, чтобы испытывать чувство счастья. И если мы вернёмся к концепции эмоциональной шкалы, шкалы эмоциональных тонов, то хоть там не говорится о чувстве благодарности, но я знаю, с духовной точки зрения, в некоторых книгах об этом пишут, потому что любовь, благодарность, как бы сами по себе эти очень сильные вибрации, когда они вместе, любовь и благодарность, они излучают огромнейшую энергию, которая выводит нас на какой-то абсолютно новый уровень. И вот Масару Эмото, если я не ошибаюсь, такое имя Масару Эмото, он проводил опыты с водой, там и с рисом есть опыты, возможно, вы слышали в интернете, он довольно популярный, если нет, я вам очень рекомендую поинтересоваться опыты с водой Масару Эмото, по-моему. И что он делал? Он влиял на воду каким-то образом, и потом в криогенной камере моментально замораживал капельки воды и просматривал их под микроскопом. И вот разные влияния, по-разному влияли на воду, то есть на структуру воды. Но структуру имеется в виду, что как-то замораживается, вы видите какие-то кристаллики, вода же превращается в лед, и во время превращения в лед она образует определенные кристаллы. И вот какие-то негативные слова, там музыка тяжелая какая-то, они превращали воду в кристаллы, очень неправильные, кривые, такой перекошенные формы. И в то же время какая-то классическая, приятная музыка, какие-то приятные слова, они превращали воду в абсолютно красивый кристалл симметричной снежинки. Какие красивые слова! Это слова молитвы, тоже много опытов, не только Масаромото проводил, и другие люди проводили опыт и молились на воду тоже, потом проверяли структуру воды, меняется под микроскопом, видно, что структура меняется воды от того, как мы на нее воздействуем. А так как мы на 70% состоим из воды, а наш мозг на 90% состоит из воды, то, соответственно, то, как мы говорим, что мы произносим, то и влияет на нас. И вот Масаромото говорит, что достаточно было просто на кушение с водой написать, просто написать два слова, любовь и благодарность, и невероятным образом вода становилась волшебной. И вот поливали водой растения тоже, разные растения, разными водами. И вот именно вода с любовью и благодарностью было удивительное действие, делала, и растение прорастало еще сильнее. Вот еще такой лайфхак для того, чтобы испытывать счастье, нужно научить себя. Это тоже привычка, это всего лишь привычка. Как у нас появилась привычка видеть мир негативным и искать в нем какие-то для себя неприятные вещи, точно так же можем себя научить, воспитать в себе привычку, видеть позитивные моменты и благодарить. Благодарить себя, благодарить людей, благодарить Бога, Высшие Силы, Вселенную, Творца, Высшее Я, Ангелов, само собой. То есть как вам удобнее, так и называйте. Ну и, конечно же, Высшие Силы действуют не с неба нам сыпят, а через людей, поэтому очень важно научиться благодарить и людей тоже. Хочу еще тоже немножечко пойти немножко в другую духовную сторону и проговорить такой момент, почему это важно. Вот как по мне тоже наше состояние, ну как бы это не по мне, это в духовной литературе так пишется, снова такие, это даже совсем не наше состояние. То есть мы по сути на энергетическом уровне такие производители энергии, такие электростанции. То есть это и научно тоже, потому что, если Вы знаете, то наши мысли – это прохождение нейронных, по нейронной цепи электрических импульсов, ну то есть электрической энергии. То есть мы производим электрическую энергию, она у нас есть в организме. Вот если Вы знаете там синтетику, то снимаешь и скрится, да, вот эстетическое электричество, потому что мы его вырабатываем. И вот как будто в тонком плане, это было научно, теперь духовно, в тонком плане как будто есть сущности, которые хотят завладеть нашей энергией, да. И когда мы находимся внизу эмоциональной шкалы тонов, когда мы плохо себя чувствуем, когда мы грустим, когда мы депрессируем, когда мы злимся, мы находимся внизу на дне, мы кормим вот этих низких сущностей вот этими своими энергиями. И они поощряют это, они как будто специально нам подбрасывают какие-то в жизни ситуации, которые нас выводят из себя. Вот только я решила, всё, буду позитивно мыслить и буду ходить всех благодарить, но как я могу это благодарить, если вот сразу, как пошло, одна беда не ходит, одно на другое, тут каблук сломался, тут на дороге мне подстекли, тут ещё что-нибудь, ещё что-нибудь, как уж тут будет благодарное, да, вот и духовной точки зрения считается, что эти сущности не хотят вас отпускать к кормушку такую, да, им же нравится, что вы эти негативные мысли и чувства все генерируете, точнее не генерируете, а испытываете, да, ваша энергия это усиливает, да, и вот как бы отдаёте им. Но когда мы испытываем высокие чувства, то мы производим совершенно другую энергию, да, то есть ту же энергию, но со знаком плюс, очень высокую, очень светлую, мы как будто приближаемся к Творцу, к Создателю всего сущего в этом своём состоянии радости, благодарности, благодати, счастья, да, мы сегодня говорим о счастье, наша тема сегодняшнего эфира, о том, как испытывать счастье. И я уже не знаю, там, кормим мы этим счастьем или не кормим кого, но то, что нам от этого хорошо, это 100%. То есть когда мы испытываем счастье, нам от этого хорошо, и качество жизни начинает улучшаться. То есть всё в нашей жизни вдруг начинает происходить самым чудесным образом, самым лёгким образом, всё, что мы думаем, оно совершается очень легко и быстро, нужные ресурсы подтягиваются, нужные люди появляются, информация приходит. Вот приходит какая-то такая абсолютная гармония, в которой тебе просто нужно идти, переставлять ноги, только ах, и получать удовольствие. Я говорю не от какой-то утопической картинки, абсолютно нет, я говорю абсолютно реальные вещи, которые есть в моей жизни, не 24 часа в сутки, не 7 дней в неделю, как я уже говорила, как простой смертной женщине, мне свойственны разные состояния, я тоже могу уходить на своё эмоциональное дно, и тоже для чего-то мне это нужно, я осознаю в эти моменты, да, что какой-то всплыло, какой-то негатив. И вот для того, чтобы не уходить в этот негатив, нужно понять, что это не ваше состояние, да, и так как вы это осознаёте, если вы находитесь в осознанности, вы можете сознательно себя выводить в позитив, не отрицать этот негатив, снова-таки не открещиваться от него и не запихивать его куда-нибудь, там накрывать салфеточкой, потому что он рано или поздно взорвётся, или каким-то из болезнями на физическом уровне, или проблемами в жизни, а пойти и разобраться, да, почему я именно так реагирую, почему меня это цепляет, что мне эта ситуация хочет сказать. Вот с психологической точки зрения любая проблема, это какая-то ситуация, которая на подсознательном уровне у нас ещё не решена. И если мы не будем от неё бежать, а погрузимся в неё, разберём, это очень хорошо делается с метафорическими картами, я уже показывала, говорила, вот у меня есть такие метафорические карты, вот вам достало оху, у меня их много разных видов колод, и с метафорическими картами хорошо исследовать своё подсознательное, потому что как бы то, что мы на сознательном уровне знаем, мы и так знаем, да, вот, а как может говориться, любые проблемы, которые мы сами не звали сознательно, это всё происки нашего подсознательного, и вот наше подсознательное мыслит образами, оно нелогично, совершенно нелогично, иногда, разбираясь с клиентами или участниками, в какой-то проблеме, причина может лежать в совершенно другой плоскости, в совершенно других ситуациях, которые вообще никак прямо, ни косвенно не касаются вот этой сегодняшней проблемы, вот с такими картами, да, видите, тут разные карты, можно с этим своим подсознательным пообщаться, вот, и разобраться, что же там не так, и разобравшись, оно как бы легко уже тогда отпускает, мы тогда уже можем эту ситуацию отпустить, и не насильно себя заставлять быть счастливым, а искренне, но всё должно быть в балансе, потому что люди, которые, спасибо за лайк, набил, когда психологи только начинают как бы входить в свою профессию, и вот видят все эти инструменты, как можно прорабатывать, тут есть такой соблазн, о боже, сколько всего проработать, и начинают уходить туда, вот нужно власть этого держать между проработками и умением просто наснаждаться жизнью, и я, мне нравится правило, которое говорит о том, что мы не лечим то, что не болит, по-моему, это в позитивной психотерапии такое правило, как бы озвучили, ну, официально, во всяком случае, мы не лечим то, что не болит, поэтому сначала мы делаем упражнения, мы просто сознательно, постоянно выбираем фокусировать своё внимание на позитивных моментах, и для того, чтобы это стало возможным, мы заводим блокнотик и записываем в блокнотике всё, что мы заметили позитивного происходящего в жизни, и как я уже порекомендовала, может объединить с другим упражнением, ещё и записывать, за что благодарной жизни, ну, в формате благодарности, да, я благодарю за то, что у меня улыбнулся сегодня прохожий, я благодарю за то, что сегодня так легко я сдала этот отчёт, я благодарю за то, что сегодня у меня там есть пища насочная, за что сегодня я так хорошо провела время с подругой, за что бы вы не могли благодарны, это хорошо записать, и также себе, я благодарна себе за то, что озвучить, записать, за что вы себя благодарны. И таким образом, записывая, вы усиливаете это, вы просто совершаете вот этот сознательный акт, волевой акт, обращать внимание на позитивные моменты, и не просто обращать внимание. На курсе Ельского университета, в Санкт-Петербурге, рекомендуют научиться наслаждаться. Наслаждаться — это вот когда вы останавливаетесь, и вот пусть весь мир подождёт, но вы наслаждаетесь, вот умение наслаждаться жизнью, и не так, когда вот, когда будет у меня яхта своя, да, когда приеду в пятизвёздочный, там, в семизвёздочный отель, там, в Дубае, вот тогда я буду наслаждаться, сейчас как я могу наслаждаться? Вот это неправильный подход, это верная дорога к несчастью. К счастью дорога — это когда вот я здесь и сейчас, конечно, планирую, конечно, записываю, что я хочу от своей жизни, чтобы ваш корабль обрёл курс, куда вы будете двигаться, но в то же время позволить себе насладиться уже тем, что у вас есть сейчас. Вот я уже говорила где-то в лайвах о том, что я очень люблю запах роз, просто меня восхищает этот запах. У меня и масло с розой есть, и бальзам для губ с розой есть, я очень люблю этот запах, и я даже люблю макароны с розой. И когда я гуляю тут в Калифорнии, очень много розовых кустов растет, никогда не откажу себя в удовольствии, как бы я не спешила остановиться на секундочку и понюхать эту розу. Это не стоит ничего. И как бы я не спешила, эти два мгновения, они не изменят ситуацию. Но я останавливаюсь и нюхаю. У меня есть и другие какие-то маленькие удовольствия. Кто знает, я там люблю трыкать. Вот это для меня такая тактильная такая штучка тоже есть, когда фактура, да, можем монетарно, нам нравится какая-то фактура, да, пощупать её. Кто киностетик, да, во мне очень много этого киностетического такого. Тут очень может оценить, понять о том, о чем я говорю, когда просто ты берёшь что-то вот такое, щупаешь, да. Это тоже приносит удовольствие. Посмотреть картину или какую-то красивую, или просто отвлечься от работы, посмотреть в окно на небо. Небо как акварель, всегда необычно, всегда красиво, невероятно. Ну, я стихия воздух, поэтому для меня небо это всегда красота. Вот, или на зелёные листочки. То есть удовольствий масса, масса вокруг нас. И очень важно позволять себе эти удовольствия видеть. И на минутку вот так вот, как будто раз, здесь вся Вселенная подождёт, чтобы вы это удовольствие получили. Прямо взять и так раз, и растянуть его, рассмаковать, да. Вот рекомендуют прямо смаковать эти все удовольствия, для того, чтобы вы научились чувствовать счастье. И хорошая новость в том, что, когда мы научаемся смаковать удовольствие уже там, где мы есть сейчас, потому что я не появилась в Калифорнии, я тут не родилась, да, я тут тоже почему-то очутилась. Но когда-то я научилась получать удовольствие уже в той ситуации, в которой я была, в самой, как мне казалось, неблагоприятной, хотя тоже это была с моей стороны неблагодарность. Потому что, когда я осознала, что я сейчас неблагодарна, на самом деле в моей жизни так много всего сейчас прекрасного, насколько благословенна я, насколько много мне Бог помогает, прямо ангелов посылает через людей, как много всего прекрасного. Это как только я начала благодарить за это всё, когда я начала, перестала переживать через то, из-за того, что у меня не получается, из-за того, что в моей жизни, по-моему, неблагоприятно, а начала наоборот благодарить за то, что у меня есть, и позволила себе получать удовольствие уже сейчас, несмотря ни на что, вот это безусловное позволение себе получать удовольствие, тогда изменилась сразу моя жизнь. Привет, Алевтина, мы говорим о состоянии счастья, тоже я прошу вас, чтобы написали, что для вас является счастьем, что помогает это состояние в себе чувствовать, и мы уже проговорили много, если вам будет интересно, конечно же, вы можете просмотреть потом в записи лайв, потому что сейчас мы уже подходим к завершению сегодняшней, конечно, о счастье можно очень-очень много говорить, и немножко давайте подрезюмируем, потому что счастье это наше внутреннее состояние, счастье это когда мы находимся на высоких тонах эмоциональной шкалы, а именно интерес, энтузиазм, любовь, благодарность, поэтому умение специально себя выводить в эти состояния и специально затачивать свой фокус внимания на позитивных моментах в жизни, делая это упражнение, записывая каждый день, за что вы благодарны жизни, за что вы благодарны себе, оно поможет вам начать ощущать себя счастливым уже сейчас, и это состояние счастья, оно как магнит начнет привлекать в вашу жизнь такие обстоятельства, которые вам помогут чувствовать себя более счастливыми. Но если вам интересно, я вам скажу еще каких-то пару фактов, которые в научной среде были про счастье обнаружены, это вот то, что не то, что факты, а взаимосвязь, да, насколько влияют на счастье определенные обстоятельства. Ну, во-первых, как я уже сказала, только на 10% обстоятельства влияют на счастье, все-таки влияют, но на 10%. Вот насчет денег, например, как бы деньги, вот это снова-таки крайность такая, одни люди говорят, не в деньгах счастье, да, совсем нам не нужны деньги. С другой стороны, некоторые люди говорят, что нету счастья без денег совсем. И вот истина, как всегда, посередине оказалась, это даже доказано научно, о том, что до определенного момента и в Соединенных Штатах Америки это 75 тысяч долларов в год имеет значение. То есть если у нас не покрыты базовые потребности, то нам сложно будет ощущать счастье. Это можно в себе, конечно, воспитать, но тут очень много нужно работать над собой, действительно дойти до этого такого умопросветления, когда ты сидишь в луже и все равно ты гармоничный. Это какой-то вообще высший пилотаж, но все-таки сложно, да. И вот до определенной черты, когда наши базовые потребности не удовлетворены, все-таки больше зависит от финансового положения, наше счастье. Но потом выше уже не имеет значения. То есть когда мы переходим на черту, вот с научной точки зрения, по статистике, да, в Америке 75 тысяч и выше, там уже не имеет, только у вас миллион или миллиард, или биллион, то есть это не имеет никакого значения, люди счастливее, они становятся от большего количества денег. Вот такая корреляция, корреляция, такая взаимосвязь, взаимовлияние денег на наше состояние счастья. Какие еще интересные корреляции? А, интересная корреляция семейного положения, о том, что люди замужнее, счастливее, чем незамужнее. И вот это тоже зависит только от того, насколько долго, да, то есть первые два года однозначно намного счастливее люди чувствуют себя замужнее, чем незамужнее. А дальше вот все зависит уже от кармы. Спасибо, Вика, тебе за все сердечки, за лайки, мне очень это поддерживает, приятно. Спасибо большое. Вот зависит, так сказать, от нашей кармы, да, насколько наше внутреннее достоинство, это чувство самоценности высоко, да, если оно высоко, тогда мы из состояния достаточности, гармоничности, равенства строим отношения равные, гармоничные с партнером, и у нас есть все шансы быть счастливыми. А если нет, то в семейной жизни можно быть даже менее счастливым, чем в несемейной жизни. И вот так как я изучала отношения очень глубоко, то могу вам точно сказать, что более счастливые в семейной жизни идут те люди, которые сами по себе счастливы. Более того, это была тема моей дипломной работы. Мне просто со мной было интересно изучить, насколько взаимосвязано счастье и домохозяйство. Да вот вообще, есть ли жизнь на Марсе? Для меня был вопрос, может ли домохозяйка быть счастливой. И я исследовала домохозяек и проработающих женщин. Конечно, мое исследование было не мирового масштаба, на довольно маленькую группу людей. Но тем не менее, я для себя ответила на вопрос. Для меня ответ был довольно логичным. И ответ прозвучал так, что нет взаимосвязи между счастьем и тем, что женщина работает или она домохозяйка. Но есть взаимосвязь, насколько женщина уверена в себе, насколько она психологично благополучна, насколько она живет интересно, насыщенная жизнью, в гармонии с собой окружающей, насколько она умеет заботиться о себе, принимать эту заботу о других людей. И вот такая женщина, то ли она работает, то ли она дома будет сидеть. То есть женщины, которые обладают этим каким-то внутренним стержнем, как я это называю, внутренним женским достоинством, ощущением самоценности такой, то такие женщины, будут они дома сидеть с детьми, будут они на работе, это никак не будет влиять на ощущение счастья, они будут более счастливыми. А вот когда у женщины низкая самооценка, низкое ощущение самоценности, достоинства, позволения себе что-либо в принципе получать от жизни, то в отношениях она очень быстро зайдет в зависимость. Даже если мужчина изначально не хотел этого, он попадется на эту удочку, так сказать, на эту манипуляцию, ну это не манипуляция специальная, вот такая вот перекос, да, вот этот треугольник кармана будет затянут, и начнутся зависимые отношения. Ну и то же самое, если будет женщина работать, она то же самое себе как бы создаст и в отношениях на работе, то есть на работе мы тоже взаимодействуем, у нас есть начальники или подчиненные, и даже если это свой собственный бизнес, можно, будучи даже собственником бизнеса, оказаться в какой-то трудной ситуации, в такой зависимой от поставщиков, от клиентов, от сотрудников, подчиненных и так далее, и так далее. Поэтому счастье – это внутренняя гармония, это внутреннее умение чувствовать себя в гармонии с миром, а это любовь к себе как части вселенной, это забота о себе, позволение себе получать от жизни все самое лучшее, то есть это психологическое благополучие. Над психологическим благополучием можно работать, поэтому счастье – это то, над чем мы можем работать, то, что можно в себе воспитывать. Сегодня вы уже получили рекомендации, что можете делать, я вам рекомендую подключиться, такой флешмоб запускаю, я это упражнение, как говорится, делала когда-то, и я считаю, что оно вывело мою жизнь на более высокий уровень. Я с сегодняшнего дня, начиная этот флешмоб, я буду делать это упражнение снова, буду каждый вечер записывать все, что подмечала за день хорошее, и в том числе я уже от себя добавила, буду себя хвалить заодно, чтобы повышать вот это ощущение своей ценности, своей самооценки, понимания того, насколько я же тоже молодец, да, не только жизнь молодец, но и я молодец. Вот, и вот умение вот этого наслаждаться, быть здесь сейчас, смаковать каждый момент нашей жизни и получать от этого максимальное удовольствие. Благодарю вас всех за внимание. Здравствуйте, Ольга, мы уже проговорили, снова-таки надеюсь, сейчас в эфир, эфир пойдет мне на ленту, так что можете заходить на мою страничку, посмотреть его в записи, мы говорили о счастье, если вам интересно, поставьте, пожалуйста, плюсики, и я буду продолжать лайвое счастье, мы назовем это лайвое счастье, счастье раз, счастье один, вот, и потом какую-то буду получать новую информацию, новые знания, буду тоже с вами делиться, если вам интересно. Викочка, спасибо тебе огромное за твои лайки, это очень чрезвычайно приятно, всех вас благодарю за внимание, желаю вам быть счастливыми, работать над этим, но себе, конечно же, в удовольствии. Вот, и, конечно же, помните, что в этой жизни абсолютно все возможно с помощью высших сил, и я здесь для того, чтобы быть вашим проводником в вашу счастливую жизнь. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok